современная система знаний вообще и образованием частности не отвечает не потребностям не вызовом дня войти в постиндустриальную информационную цивилизацию нам едва ли удастся до тех пор пока нами не будем не будет создан мыслительный слой чтобы во-первых и во-вторых когда не будет произведена успешная трансляция мысли в остальные слои и группы населения что в этой связи нужно сделать ну конечно создать этот самый мыслительный слой а еще лучше целый кластер этих мыслительных слоев во-вторых начать вести работу с мыслительным слоем по целому ряду направлений к примеру начиная от внедрения новых курсов и заканчивая внедрением новых методик обучения в этом контексте предлагаемой методологии методология под названием оди организационная деятельностная игра как раз и может рассматриваться как один из вариантов создания такого места топоса где самые разные люди с разным образованием с разным возрастом с разными пристрастиями могут проявить свою креативность таким образом оди выступает как своеобразная форма организации человеческой мысли и жизнедеятельности таким образом они может рассматриваться как форма объединение человеческой мысли и жизнедеятельности в формате игры почему здесь речь идет об игре об игре с большой буквы дело в том что это уже констатации мы с вами живем быстро изменяющимся в мире в мире где скорость принятия решений и вообще процесс от производства до внедрения необычайно ускорился что приводит к следствию или что может привести к следствию что самое ближайшее время люди будут делиться на быстрых и медленных это раз второе будут образовываться и создаваться временные структуры совместного мышления творчества и деятельности и тогда по определению бизнес и управление будет носить игровой характер здесь мы сталкиваемся с проблемой дело в том что современные стандартные управление имеет дело с непрерывно изменяющимся обстоятельствами и в этой связи по определению вынужден принимать управленческое решение в условиях постоянно изменяющихся и кроме того в условиях дефицита ресурсов это накладывает него определенный отпечаток и требует от него совершенно иного подхода и пересмотра своей деятельности но как известно наука ориентирована на открытие универсальных закономерностей они называются законами силу своей универсальности объективности они в этом смысле являются неизменными менеджмент теории управления являясь научными дисциплинами по определению несут на себе отпечаток последнего то есть они отмечены этой принципиальной особенностью то есть основаны на универсальных статичных закономерностях получается что научный менеджмент по определению обречен на отставание его содержание неадекватно ситуационному характеру деятельности практика в том числе и практика управленца управленец реальный управленец имеет дело с нестатичными объектами с людьми непонимание с какого рода объектами с сущностями сталкивается в своей практической деятельности управленец как раз и является причиной многих управленческих проблем ведь законы имеют только объекты природы а объекты природы это всегда идеализации люди как объекты управления это люди которые производят создают трудятся то есть в общем осуществляют деятельность но заметьте и управление тоже деятельность имеет это деятельность законы нет но она имеет цель если машина стоит бессмысленно говорить об ее управлении управлять машиной мы начинаем только тогда когда она начинает двигаться в этой связи уместно говорить конечно не просто об управлении машиной а точнее об управлении движением машины цель управления это движение люди являющиеся элементами организации тоже осуществлять определенную деятельность и преследовать свои цели вы мои управляем ими тоже преследуем свои цели осуществляет ту или иную деятельность отсюда деятельность руководителя это конечно же управление целями деятельности людей но здесь есть принципиальный нюанс в момент формулировки цели управленец ей не соответствует иначе это была бы не цель реальность в этом и состоит проблема цель это то чего пока еще нет то чего вы хотите добиться управление работающий в организации по определению соответствует тому что есть сейчас в организации в тот момент когда мы формулируем цель мы ими не соответствует и чем больше разрыв тем больше противоречия больше несоответствия соответственно нивелируя сглаживая противоречия мы добиваемся соответствия здесь возможно только два варианта либо мы трансформируем цели организации под свои либо цели организации трансформируют наши цели под свои в общем либо мы подстраиваемся либо мы настраиваем организацию под себе поэтому вот в этом смысле деятельность управления деятельность управленца является деятельностью в квадрате и примером такой деятельности которая является квинтэссенцией жизни может считаться игра потому что во всяк потому что она в этой связи выступает неким заменителем жизни ее экзистенциальным субститутом позволяющим вовлечь людей в свою колею и что самое ценное играя играя мы позвали мы получаем возможность сохранить осмысленность неосмысленных действий наш главный враг это наши внутренние ограничения наши комплексы именно только тогда когда мы от них избавимся мы сможем выйти на простор креативного решения в общем как говорил рыцарь ланселот дракон не вовне а внутри нас